всем большой привет добро пожаловать на мой канал у нас утро новый день и это значит что мне пора отправляться на рынок у нас рынок бывает не только по субботам но и по четвергам отличная возможность пройтись и посмотреть что нового сегодня утром я уже успела выпить кофе собралась и вот готова к походу но тоби как обычно уже понял что я собираюсь выходить он очень беспокоится всегда куда я ухожу потому что не знает как долго я буду отсутствовать конечно беру с собой мою коляску на колесах это уже просто незаменимым помощник для рынка четверговый рынок у нас немного отличается от субботнего здесь много текстиля и даже этот рынок начинается именно с текстиля здесь можно найти все спортивную одежду обувь тапочки нижнее белье одеяло шторы скатерти да и вообще все что может понадобиться для дома в основном продукция турецкая качественная и по доступным ценам как говорится красота так что я быстренько пробежалась по рынку правда людей было очень много и я немного спешила поэтому если вам покажется что съемка получилась быстрой прошу прощения я пролетела по рынку стремительно и убежала домой и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Сходила я на рынок, в микс-маркет, это наш русский магазин, ну и зашла еще по дороге в греческий местный магазин, супермаркет, то есть. Вот еще там коляска стоит, то что я купила на рынке. Кстати, Давид мне поменял колеса, сделал просто неубиваемые. Для того, чтобы я спокойно ходила здесь по нашим горам, на меня как-то странно падает тень. Не знаю, как встать, ну ладно, ничего страшного. В общем, что хочу вам сказать, девчонки. Захожу я в микс-маркет, и в какой-то момент подходит ко мне женщина и говорит, Нуночка, здравствуй, я твоя подписчица. В общем, начала мне говорить, кто она, что она, что смотрит меня. И она так растрогалась, даже прослезилась. Знаете, я не знала, как реагировать. Я просто замерла. В общем, смутилась я. Ну, я ее спросила, как ее зовут. Кстати, Анжела, большой тебе привет. Я сказала, что очень рада, что она не постеснялась, подошла ко мне. Я всегда очень рада, когда вы ко мне подходите. И это не первый раз, когда подписчицы меня узнают и подходят ко мне. Мне всегда, конечно, очень приятно. Ну, вот, я не знаю, Анжела меня немножко смутила. Я надеюсь, что я не отреагировала как-то странно. Но когда я ушла с этого мини-маркета, я всю дорогу ушла с улыбкой на лице, потому что было очень приятно. Не знаю, как-то она очень, знаете, так растрогалась, прослезилась. Ну, это первый раз было нечто такое. В общем, очень приятно мне было. А так, конечно, меня много раз узнавали уже на улице. Просто как-то не приходилось. Я это на камеру никогда не говорила. И узнают, кстати, не только меня, но и моих мальчиков тоже. И даже Тамару, девочки, даже Тамару узнают на улице. Это что-то невероятное. В общем, вот такая вот приятная встреча у меня была. Ну, а теперь давайте покажу вам быстро, что я купила. И потом я уже пойду быстренько мыть холодильник и организовывать. Так, быстренько прямо из пакетов буду показывать и откладывать сюда, потому что вот эта столешница мне сейчас понадобится. Так, первое, это у нас вот такая нарезка. Я каждое утро мальчикам в цех готовлю сэндвичи. Ну, и так как я стараюсь фантазировать каждый день что-то другое им класть, ну, чтобы не получалось, что они каждый день едят одно и то же, на этот раз решила купить вот такую копченую нарезку, знаете, с жареным, с вареным яйцом. Мне кажется, получится отлично. И здесь мои самые разные йогурты, вот этот супер спон. Девчонки, обязательно попробуйте, вам точно понравится. На этот раз я взяла инжир со сливой, потому что я попробовала и очень мне понравилось. Я сначала думала, что мне не понравится, потому что инжир абсолютно не мой фрукт, но вот в йогурте это было очень вкусно. Также взяла с клубникой, с разными лесными ягодами. Ну, и вот здесь банан, манго и еще самые разные злаки. Теперь, что я взяла в русском магазине. Творог, так как каждое утро я ем творог. Взяла 4 пачки, я сюда добавляю тахин, мед. И вот такой у меня каждое утро завтрак. И получается очень такой низкокалорийный завтрак. Взяла армянский лаваш. На этот раз взяла самые-самые тоненькие, правильные. Вот, кетчуп у нас закончился. Очень любим вообще все, что вот от Махеева. Знаете, у нас раньше продавались джемы. Я очень их любила, покупала, но, видимо, они, знаете, не пользовались большим спросом, поэтому нету их больше в наличии, и мы их не покупаем. Вот майонез ряба, как всегда, провансаль. Здесь я взяла крылышки. Сегодня я буду готовить их. Вот здесь еще творожок. И совсем недавно я попробовала взять готовые пельмени. Давно вообще я пельмени не брала, потому что сама всегда готовила. Но вот недавно я попробовала вот эти покупные XXL, и они мне очень понравились. Знаете, похожие на домашние. Конечно же, это, опять же, не домашние пельмени, но все же. Знаете, так, когда нужно на скорую руку что-то вечером приготовить и накормить мужиков, самое то. Вот, и еще с русского магазина я взяла маринованный огурчик. Я не знаю вообще откуда это, что, как они называются, не могу вам сказать, но это очень вкусные огурчики, знаете, такие крепкие, хрустящие. И в этих огурцах нет большого количества эссенции. Знаете, иногда ешь огурчик и задыхаешься. Вот с этими огурцами такое не происходит. Ну и дальше я вам покажу уже овощи. Фрукты не смогла купить, потому что коляска у меня небольшая, поместились только овощи. Вот, купила листья салата, не только на салат, но и когда я готовлю сэндвичи мальчикам, я по одному листу в сэндвич тоже кладу, и очень это им нравится. Также взяла помидоры. Там парень продавал помидоры. Он так их расхваливает, расхваливает. Я говорю, ну ладно, сейчас помидоры все одинаковые. Плюс-минус, помидоры уже не такие, как летом. Он говорит, нет, ты возьми и посмотришь, какие они вкусные. Ты в следующий четверг опять ко мне придешь. Ну, посмотрим. Вот, также взяла огурцы. Здесь у меня три огурца. Взяла также брокколи. Взяла вот такие вот две головки. Я их обычно варю, помещаю в контейнер. И потом дозированно по чуть-чуть достаем, заправляем и едим. Взяла также баклажаны. Очень хорошие, такие крепкие, свежие баклажаны были. Знаете, мне я не сказал, мама, не клади в сэндвич только яйцо, там или колбаски какие-то, да, сосиски. Можешь, говорит, даже баклажаны пожарить и положить нам. Вот, попробую, посмотрим, будет он такое есть или нет. Вот, ну и также взяла свеклу. Она мне очень понравилась. Надеюсь, будет хороший красный цвет. Знаете, что хочу сделать? Заготовку для борща. Я запеку свеклу в духовке, натру ее и заморожу порциями, знаете, такими, не знаю, наверное, на два раза хватит. Если мне понравится такой метод, вообще буду практиковать такое. Мне кажется, будет очень удобно. Я все-таки решила перед тем, как мыть холодильник, приготовить обед и поставить его в духовку. Так я экономлю время, все делаю одновременно. То есть, пока я буду чистить холодильник, наш обед будет готовиться. Сегодня у нас будет запеченное блюдо. Быстро почистила куриные крылья, замариновала их, добавила картошку со специями и все это отправила на двух противнях в духовку. Ну, а теперь буду мыть спокойно холодильник. Признаюсь, холодильник я слегка подзапустила. Я его по графику обычно чищу каждую неделю, перед тем, как класть новые продукты. Но вот последние несколько недель у меня руки не доходили. А теперь решила сделать уборку и заодно промыть дверные полочки. Обычно они не сильно загрязняются, потому что я очень аккуратно пользуюсь холодильником, складываю аккуратно продукты. Но сегодня решила почистить все основательно. Я использую свое самодельное чистящее средство, распыляю его на полке и с помощью губки и тряпки из микрофибры все легко отмываю. На это уходит максимум 20 минут и холодильник опять чистый и свежий. Вот такой у меня сегодня план. Приготовлю обед, почищу холодильник, потом пообедаю и отправлюсь в центр города по делам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, холодильник теперь чистый и пора организовать продукты. Для мелочевки я использую удобные акриловые контейнеры. Они помогают не разносить все по холодильнику и держать порядок. Обычно контейнеры у меня чистые, потому что все продукты у меня хранятся в упаковках, но я все равно прохожусь по ним влажной тряпочкой, чтобы освежить. Здесь у меня уже контейнеры для овощей, их я также протираю, хотя они у меня тоже обычно не загрязняются, потому что я всегда стилю бумажные салфетки на дно. Это помогает поддерживать чистоту и аккуратно хранить овощи. Теперь аккуратно складываю их обратно и отправляю в холодильник. Томаты у меня всегда хранятся прямо на столешнице. И не просто так, а в красивой вазочке. Так они сохраняют все свои вкусовые качества и остаются сочными и ароматными. Маринованные огурчики я переложила в стеклянный контейнер, так удобнее хранить их в холодильнике. Ну и фрукты тоже обычно у меня хранятся в контейнерах. И последнее на сегодня это брокколи. Сейчас я просто нарежу ее на соцветия и разложу в контейнер. Отваривать не буду, потому что времени не хватает, но как только вернусь домой, она пойдет на плиту. Кстати, хранение брокколи в соцветиях очень удобно. Экономит время, ну и когда нужно быстро приготовить что-то полезное, достаешь и готовишь. Вот и все, делюсь результатом. Посмотрите, какой порядок теперь в моем холодильнике. Но знаете, только что заметила, что совсем забыла купить мой любимый болгарский перец. Обычно всегда держу его под рукой, но на рынке как-то я его пропустила. Ну ладно, нечего страшного, буду возвращаться домой, обязательно куплю. Обожаю, когда все разложено по своим местам, готовить сразу становится легче. Да и холодильник выглядит намного аккуратнее и опрятнее. Я продолжаю снимать уже на следующий день. Вчера я помыла холодильник, одновременно готовила еду, все убрала, приготовила, села, пообедала и уехала. Поехала я в центр города за сумкой. Мы на прошлой неделе с мамой гуляли, заходили в магазины. Нашу прогулку я вам обязательно вставлю уже в конце видео. Но вот зашли мы в этот магазин сумок, потому что мне нужно было купить себе черную сумку на замену. Моя старая попортилась, нужно ее выбросить. Ну и я искала для себя черную каждодневную сумку. Мы зашли в этот магазин, там не только сумочки, там всякие разные аксессуары продаются, и бижутерия, и очки. Очень красивый, хороший магазин. И я там нашла сумку, которая мне понравилась. Мне понравилась ее форма, размеры, но мне не понравился принт. А у нее был такой принт зебры. Вообще животный принт мне не нравится. Я никогда не носила ни тигровый, ни леопардовый. И я сказала об этом продавцу, на что он мне ответил. Знаешь, если ты не спешишь, то вот подожди, через недельки-две мы ждем новый завоз. И завезут такие сумки в черной расцветке, просто черная кожаная сумка. И такая же будет и лакирована. Ну и мне очень захотелось посмотреть именно воочию, как будет выглядеть лакированная сумочка. И вот как раз позавчера мне позвонили, сказали, что завезли сумки, приходите, выберите для себя сумочку. Ну и вот как раз вчера, когда я закончила все свои дела, я приготовилась и съездила за сумкой. Во-первых, девчонки, кто живет в салониках, вот этот магазин, он называется Вета, находится на Метрополеус. Очень хороший магазин, достойные вещи. По нормальным приемлемым ценам, я бы сказала. Вот так всегда упаковывают в тканевую сумочку. Ну и вот так выглядит моя новая сумка. Мне очень понравилась эта форма полумесяца. Она очень удобная. Ее вешаешь вот так, знаете, и она прям так хорошо устраивается под мышку. И рукой закрываешь, и все вот держишь прям вот так хорошо в контакт. Потому что у нас, к сожалению, очень много сумочников, карманников. Особенно в автобусе, когда ты вот так стоишь, вот все вот упакованные сардельками, близко-близко друг к другу, вот, залезают в сумки, к сожалению, открывают сумочки. Поэтому нужно быть очень осторожными. В общем, такая форма мне уже давно нравится. Я себе искала эту сумку. Она не совсем просто черная. Видите, у нее есть выбитые какие-то свои узоры. Но это даже придает какой-то шарм сумке. Мне понравилось. Сзади у нее есть кармашек. Мне очень понравилась фурнитура, что она тоже в таком темном цвете как-то не выбивается из общего вида. И мне также очень понравился замочек. Он так интересно открывается. Вот таким вот образом. Здесь есть молния. Тоже очень важно всегда на всех сумках, чтобы была молния. Здесь один отсек, но есть внутри два небольших кармашка. Хороший размер. Я считаю, что сумка не маленькая, не такая малютка. Ну и небольшая. Большие сумки я не ношу, потому что я невысокого роста. Я метр шестьдесят. И мне кажется, что вот какие-то огромные объемные сумки будут на мне выглядеть как-то нелепо. Поэтому, да и просто на вид большие сумки мне не нравятся. Поэтому ношу маленькие. Отличный размер. Помещается все, что мне нужно. Так что вот такая у меня обновочка. Я очень довольна. Единственное, что я купила к этой сумке, это кошелек. Помните, я покупала себе большой кошелек. Вот такой вот в два раза больше. С ремешочком. Я так его перекидываю на кисть. И выхожу за покупками. Мне очень удобно ходить на рынок, в супермаркеты. Беру только тот большой кошелек. И в этот кошелек даже помещается мой мобильник. Поэтому именно для этих целей он удобен. Но вот этот большой кошелек, естественно, очень сложно помещается вот в такие сумки. А у меня все сумки плюс-минус такого размера. Поэтому я купила себе вот такую вот малютку. Очень она мне понравилась. Все в том же магазине. Вот здесь их логотип Вета. Вот такой стеганный кошелек. Тоненький. Очень компактный. Красивая фурнитура. Здесь отсек для мелочи. Ну и для более крупных купюр. Вот здесь такой кармашек. Ну и все, что нужно, там положить какие-то карты, все здесь есть. В общем, вот такой вот кошелечек тоже очень мне понравился. Ну и дальше. Выхожу я, значит, из этого магазина. И прохожу через магазин ГЕС. Это тоже, да, знакомый всем бренд. Там сумочки тоже, всякие разные аксессуары. И я туда захожу, знаете, просто для того, чтобы посмотреть, полюбоваться. И вижу вот эту вот сумочку. Вот эту вот сумочку, девчонки. Я просто не смогла пройти мимо. Смотрите, какая она красивая. Во-первых, бежевой сумки у меня не было. Опять же, вот эта форма привлекает мое внимание. И здесь кожа просто нежнейшая. Она тоже вот такая, какая-то стеганая. И кожа здесь, ну, мега супер мягкая. Очень приятная на ощупь. Здесь у нее есть вот такой большой кармашек на молнии. Это очень удобно, потому что обычно я закрываю дверь на ключ. И вот бросаю именно вот сюда ключи и убегаю. Мне также очень понравился этот металлический ремешок. Ну, супер качественный. Прямо это видно издалека. Фурнитура здесь очень красивого цвета. Не дешевый желтый, а прям такой благородный. И с этой сумкой можно выходить, как говорится, и в пир, и в мир. И на выход, и на каждый день. Потому что вот на каждый день есть такой ремешок у нее. Ну, а вот это, наверное, все-таки выходной вариант. Внутри тоже один отсек. Очень красиво все сделано, очень качественно. Но есть два кармашка по обе стороны. Эти кармашки тоже на молнии. Тоже очень удобно, чтобы там скрытно положить. Убрала я этот ремешок кожаный, чтобы не мешался. В общем, девчонки, сумка огонь. Она мне очень понравилась. Ну, и, в общем-то, я поняла, что этот бренд в сумках мне очень нравится. Хотя многим он не нравится, не знаю почему, но мне очень нравится. У меня есть еще две сумочки от ГЕС. И я очень довольна. Мне уже нужно организовать свои сумочки аккуратно, чтобы они так не лежали, знаете, в одну кучу. Я их, конечно, сначала складываю красиво. Ну, а потом по мере пользования все там мешается. Вот, и как раз моя предыдущая черная сумка, она попортилась из-за неправильного хранения. Поэтому я хочу заказать специальные органайзеры на эту полочку. Положить и вложить вот так аккуратненько все сумочки по порядку. Еще хочу занять буквально несколько минут вашего внимания и обсудить кое-какую тему. На днях мне моя зрительница написала, мне очень добрый, хороший комментарий написала. «Нона, вы такая милая, наверное, абсолютно не умеете злиться». Угу. Умею, девчонки. Еще как умею. Но я очень терпеливый человек. Я могу терпеть до победного, но когда меня уже, знаете, конкретно достанут, то я могу злиться. Еще как могу и злиться, и огрызаться, и даже укусить, если надо. Но, наверное, как любой другой человек. Мы же не роботы. И все мы до поры до времени белые и пушистые, пока нас не коснутся. Например, позавчера я заблокировала одну очень конфликтную тетку. Я очень извиняюсь за такое грубое выражение, но иначе я эту женщину назвать не могу. Она уже очень давно пишет мне негативные комментарии. Причем смотрит мои ролики прям по расписанию, ничего не пропускает. Каждый ролик смотрит, и ей все не нравится. И она неустанно строчит мне комментарии, выливает весь свой негатив. Я, естественно, ей не отвечала, подумала, да ладно, пускай пишет, не буду обращать внимания. Но не получается, понимаете, вот все время не обращать внимания. Иногда ты вот это читаешь, это у тебя потом крутится в голове. Да, я ей не отвечала, но как-то все-таки моментами на меня влияли ее слова. И я решила ее заблокировать. Думаю, да заблокирую ее, в конце концов и все дела. И, естественно, я ее заблокировала. И после этого я подумала, знаете, сообщить вот таким вот моим заблокированным пользователям. Друг они не владеют этой информацией, что после того, как я их блокирую, никто больше их комментарий не видит. То есть теперь вы можете писать свои негативные комментарии хоть каждый день, хоть каждую минуту, их никто не увидит, кроме вас самих. То есть сами написали, сами прочитали. Ни я, ни мои адекватные хорошие зрители их больше не видят. Вот так вот. Было бы классно, если бы у Ютуба был такой режим, где я могла бы им ограничить доступ вообще к моему каналу, чтобы они не могли заходить и смотреть мои влоги, потому что мне бы не хотелось, чтобы такие злые люди смотрели мои ролики. Но, к сожалению, такой функции у Ютуба пока нет. Очень надеюсь, что когда-то будет. Но слава богу, что могу хотя бы их таким образом блокировать и уже не читать их бред. Хотя я такой человек, который очень нормально и спокойно отношусь к критике, но к конструктивной критике, понимаете. Мне недавно женщина писала под одним роликом, но она не повторяй постоянно это одно и то же слово, как-то неприятно это слушать. Ну, понимаете, нормальным человеческим языком она мне объяснила. На что я ей ответила, что да, я это сама услышала. Ну, именно в этом ролике так получилось, что я одно и то же слово много раз повторила. И это такие слова-паразиты, которые, да, иногда прилипают. И я ей ответила, что бывает, я сама это слышу. И именно такие комментарии мне помогают обратить на себя внимание и поработать над собой, понимаете. Но когда мне пишут, что мой суп похож на понос, естественно, я такую критику не понимаю и не воспринимаю. Поэтому таких пользователей я буду блокировать. И потом, девчонки, я много раз говорила, что я владею тремя языками, я на трех языках разговариваю одинаково хорошо. И иногда бывает действительно очень сложно сосредоточиться, сфокусироваться на одном языке. У меня вообще бывают дни, когда я начинаю говорить предложение на грузинском, продолжая на русском, заканчивая на греческом. Понимаете? Такое тоже бывает. Иногда вот мозги просто отказываются работать. И вот мне бы хотелось спросить у женщин, которые иногда, ну, очень в грубой форме что-то мне пишут, вот, а сколько языков у вас? Сколькими языками вы владеете? Вот, поэтому прежде чем что-то написать, нужно узнать человека, узнать о нем информацию. Они просто, знаете, где-то что-то услышали и тут же побежали строчить свой негатив. Думаю, сказала все. Хотела поделиться с вами вот таким моментом. Ну, а сейчас я вам включу кадры с нашей прогулки. Мы с мамой очень хорошо в тот день погуляли, зашли в красивые магазины, в кофейню, прогулялись по набережной. Так что оставайтесь, смотрите. Думаю, будет интересно. Ну, а теперь я вам покажу кадры с нашей прогулки по центру города. Мы с мамой на прошлой неделе наслаждались теплым солнечным днем. И было просто приятно прогуляться по магазинам. Конечно же, мы не обошли стороной один из самых красивых магазинов нашего города. Он называется Батлер. Если вы любите искать что-то необычное и качественное для дома, этот магазин точно для вас. Здесь можно найти уникальные предметы декора. Вот те самые особенные вещи, которых не встретишь у всех. Правда, цены здесь, скажем так, не совсем бюджетные, но иногда хочется побаловать себя чем-то оригинальным. И, кстати, в магазине уже появилась новогодняя атрибутика. Обратите внимание на эту прелестную розовую елку. Она сразу привлекла мой взгляд. Для детской комнаты девочки такая елка была бы настоящей находкой. Далее я вам покажу такую же елку, но уже в большом размере. И если вы ищете необычное украшение к праздникам для себя или даже, может, на подарок, то это точно ваш вариант. А еще я нашла вот эти потрясающие плейсматы. Посмотрите, какие они красивые. Полностью вышитые бисером. Они достаточно тяжелые, но выглядят просто роскошно. Здесь есть и круглые, и прямоугольные. И каждый из них по-настоящему уникален. Если вы ищете что-то подобное для праздничного стола, то этот магазин вас точно удивит. Вообще в Баттлере все особенно. Посуда, скатерти, минажницы, свечи, подсвечники, вазы. Все настолько красивое и необычное, что, честно говоря, очень тяжело уйти без покупок. И да, цены кусаются, но иногда оно того стоит, чтобы окружить себя такими вещами и немножечко себя побаловать. Субтитры сделал DimaTorzok после магазина мы с мамой решили зайти в нашу любимую кофейню, чтобы выпить по чашечке кофе. Но по дороге мы наткнулись на невероятно красивый магазин, который пока был закрыт, но через витрину я видела, как внутри женщина уже украшает зал к Новому году. И какая там красота! Думаю, это будет что-то особенное, поэтому решила, что обязательно вернусь ближе к праздникам. Пока у нас еще месяц осени, и к Новому году я начну готовиться с начала декабря. Ну а вот и наша кофейня, которая называется Париж. Здесь интерьер просто сказка. Каждая деталь передает атмосферу французского ретро. Спокойные пастельные оттенки, старинные акценты. И да, владелица кофейни русская женщина. Мы поднялись на второй этаж и выбрали столик у окна с шикарным видом на город. Естественно, заказали капучино. Тут также подают разные вкусности, сладости. Также выбрали кусочек торта красный бархат и чизкейк. Все было очень вкусно. И знаете, так приятно просто посидеть в уютной обстановке с любимой мамочкой. Субтитры подогнал «Симон»! Далее мы решили прогуляться до набережной, потому что она находится всего в пяти минутах от этой кофейни. Спустились, погуляли по набережной, немного посидели, полюбовались красивым видом, насладились морским воздухом. И это был идеальный финал нашей прогулки. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, видео вам понравилось. И если да, то не забывайте ставить пальчик вверх, писать комментарии и подписываться на канал. Спасибо, что были со мной сегодня. А мы увидимся уже в следующем ролике. Я вам желаю отличного настроения. Всех крепко целую, обнимаю. И всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!